В Москве на Новом Арбате состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Курской области. Столичным бизнес-кругам были представлены 15 проектов, некоторые могут стать крупнейшими не только в России, но и в Европе. Подробнее Тарас Степаненко. Главная задача презентации – заинтересовать государственные и бизнес-структуры Москвы в реализации проектов на Курской земле. В рамках нашего сотрудничества мы сейчас стараемся делать все, чтобы и выставочная, и ярмарочная деятельность, и представление инвестиционных проектов, и сотрудничество в экономике, в гуманитарной сфере. Вот с Москвой шло у нас по нарастающей. Участников заинтересовало строительство биотехнологического комплекса по глубокой переработке пшеницы, производство керамического облицовочного кирпича, а также возведение кирпичного завода в Дмитриевском районе и логистического центра в Курске. Московский бизнес готов рассматривать Курскую область в качестве площадки для финансовых вложений. Куряне планируют покорить не только российские, но и зарубежные рынки. Специалисты из Европы готовы помочь найти иностранных инвесторов. Наша миссия не только соединять инвесторов, которые ищут возможности вкладывать средства в страны Восточной Европы, но также мы очень внимательно смотрим на компании, которые ставят целью своего развития перейти на западные рынки. Инвесторам в Курской области комфортно признали потенциальные партнеры. Поддержка администрации региона – важная составляющая благоприятного климата. Это не красивые слова, а действительно факт. Видеть, как руководство Курской области переживает и заботится о тех, кто реально что-то хочет построить и создать рабочие места. Лично губернатор выезжает, смотрит, как реализуется проект, помогает из бюджета дорогами, помогает непосредственно подключать, как всегда требуется вмешательство, газ, свет, то, что необходимо для запуска завода. Курская область привлекает не только инвестиционным климатом, но и уникальными памятниками истории, культуры и природы. Туризм – еще одна выгодная сфера вложений. В Соловином крае можно и хорошо поработать, и отлично отдохнуть. Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИН.